Пламенный привет любителям хорошей музыки! Во-первых, всех поздравляю с наступающим новым 2021 годом, всем хорошего звука, новых музыкальных открытий, ну и всего прочего, что хочется и желается, чтобы все это смоглось и осуществилось. Во-вторых, хочу передать огромную благодарность вам, зрителям, за добрые и, главное, конструктивные оценки моих роликов. Николаю Павлу, Сид Моррисон, Радик, Макс Регистр и всем-всем-всем мое огромное спасибо. Ну и главному, четвертое видео о моей музыкальной коллекции. Начинаю с альбома прогрессивщиков, прогрессивщиков известных, знатных группы The Tungent. Альбом A Place in the Cue. Место в очереди. Пластинка выпущена 31 января 2006 года на лейбле Inside Out. И, на мой взгляд, для любителей прогрессива это очень интересная работа, заслуживающая уважения и, конечно, прослушивания. Причем неоднократно. Чем больше слушаешь, тем больше проникаешься. Абсолютная классика жанра. С подачей не для всех, а только для тех, кто понимает эту музыку. Если не ошибаюсь, это третий альбом группы. И перед записью этого альбома группу покинул сам, сам, Ронни Столд. Но, как ни странно, на качество музыкального материала сей факт не повлиял никак. Клавиши Энди Тиллисона, саксофоны флейта Тео Тревиса заняли больше места в аранжировках, зазвучали свободнее, более открыто и внятно. Интеллектуальные, изысканные аранжировки. Начинается альбом с 20-минутной эпопеи In Ernest, которая сразу задает высочайшую планку для всего следующего материала. И нужно сказать, что остальные номера заданному уровню соответствуют абсолютно. Лостон Лондон, Ди Ай Сарджелли все это очень достойно. 79 минут классного прогрессия урока. Если кому-то покажется этого мало, попробуйте приобрести версию Special Edition для этого альбома, тогда удовольствие продлится еще 47 минут сверху. На мой взгляд, очень крепкий, качественный альбом в стиле прогрессии Далее, для разнообразия немного джаза. Джо Сэмпл, альбом The Picant Tree, Ореховое дерево, американский пианист, клавишник и композитор. К глубокому сожалению умер музыкант в 2014 году, но, к счастью, оставил большое музыкальное наследие, в том числе и упомянутый альбом. Большой музыкант в мире джаза, госпел и блюза. Успешная сольная работа, начиная с 70-х годов прошлого века. Он играл или с ним играли Майлз Дэвис, Джордж Бенсон, Эрик Клэптон, Джонни Митчелл. Кроме того, Джо Сэмпл основатель группы Jazz Crasters. Этот альбом издан 11 июня 2002 года. Изначально был издан только на CD. В записи вокальных номеров принимали участие известная джазовая певица Лис Райт. Ну и в записи пластинки принимал участие не менее известный, даже более известный перкуссионист Паули Нюдакоста. Шикарный джаз. Очень легкий, приятный, ласкающий слух. Высочайший уровень. 11 отличных номеров от большого исполнителя. Отборные, убедительные мелодии, отточенные музыкальные фразы. Выдающаяся работа. Наконец добрался до этой пластинки, слушал несколько дней, и дома и в машине. Не мог оторваться. Рекомендую. Очень-очень. Далее. Суровые скандинавские парни. Не менее суровая дама. Норвежская группа Setter of Tragedy с альбомом Aegis, выпущенным 18 августа 1998 года. Третий номерной и концептуальный альбом, повествующий о мифических женщинах. Ни много, ни мало. Мнения по данному альбому противоречивые. У кого-то и безудержный восторг. У кого-то негатив абсолютный. Ну, если как по мне, вполне себе крепкая работа. В заданном стиле все песни друг на друга похожи. Для тех, кто любит готику, это скорее хорошо. Ну, а для тех, кто нет, в любом случае, такая музыка просто мимо. Балладные умеренные ритмы, аккорды акустической гитары, много электронной смычковой гитары. И почему я включил эту пластинку в обзор? Пластинка записана идеально. Даже если вы не поклонники готики, стоит альбом послушать просто ради его звучания. Звучит превосходно. Даже на моем далеко не самом дорогом сетапе. А вот и винил подоспел. Тут должен сказать, что дочь моя недалеко ушла от папы. Яблоко от яблоньки. В общем, ярая фанатка Мадонны и вообще это ее тема. Но я так немного про вот эту пластиночку. Альбом выпущен 23 марта 2012 года на лейбле Interscope Records. Безусловно, Мадонна это уровень вообще супертоп в современной музыке. И эта пластинка только подтверждает статус исполнительницы. Альбом получил преимущественно позитивные отзывы от критиков и побывал на вершинах хит-парада многих стран, включая США, Великобританию, Австралию, Канаду, Италию и Испанию. В Австралии и Великобритании певица установила новый рекорд по количеству альбомов номер один для сольного исполнителя. Этот релиз стал одним из 20 самых продаваемых альбомов 2012 года. Его продажи по всему миру составляют более 2 миллионов копий. Альбом принес Мадонне три победы в трех номинациях на премии Billboard Music Awards 2013 года. За первую неделю продаж в Великобритании тираж составил 34 тысячи копий и альбом занял вершину британского хит-парада. И еще альбом стал 12-м альбомом номер один Мадонны в Англии и таким образом певица преодолела рекорд самого Элвиса Преста. Ну и продолжим тем, с чего начали. Прогрессив-рок, Дримсеттер, возможно, основатели. Совершенно точно одни из наиболее известных представителей жанра прогрессивный металл. Альбом Distance Over Time, 14-й студийный альбом, выпущенный 22 февраля 2019 года, на лейбле Inside Out Music. Ну, тут все превосходно. Издание включает в себя два виниловых диска и компакт-диск, отлично оформленное, шикарно звучащее на любом носителе издания. Очень ждал этот релиз и ожидания оправдались, что называется, абсолютно. Музыкальное и техническое мастерство безупречно. Музыка просто брызжет энергией, слушается на одном дыхании. Как ни странно, но чувство меры в музыке Дримсеттер, это то, что делает эту группу действительно великой. Не сложность ради сложности, не сложность ради демонстрации и самовосхищения своим мастерством, а мастерство и безупречный вкус ради музыки. Дримсеттер, 14 альбомов, 35, подумать только, уже 35 лет творческой деятельности. Превосходный, добротно изданный альбом прекрасной музыки от выдающихся исполнителей. И вдогонку и завершение заодно концертный DVD Айросмит Лайван Филадельфия на днях пересмотрел в очередной раз и богу круто. Бутлег концерта плохих парней из Бостона, запись концерта, который состоялся в январе 1990 года, и здесь нет смысла болтать о качестве картинки или звука. Это просто очередной мощный концерт Айросмит, от просмотра которого получаешь гарантированное удовольствие. Все хиты-группы, записанные к тому моменту, здесь, конечно же, присутствуют. Настоящая эпоха рук музыки, что называется, вживую. На этом на сегодня все. Понятное дело, что продолжение следует. продолжение в смысле часть 5. Еще раз всех с наступающим Новым Годом. Ну и не забываем ставить лайки, подписываться на канал, потому как есть, что показать и рассказать. Всем хорошего звука и спасибо за просмотр.